На четверг, 26 мая, запланировано оглашение нескольких новостей. Давайте узнаем о них детальнее в экономическом календаре. Цифры пробычного производства в Швейцарии за первый квартал станут известны в 7.15 утра. Объем производства сокращался в течение всего 2015 года. Вторая оценка ОВП Британии за первый квартал будет опубликована в 8.30 утра. По предварительным данным, ежеквартальный прирост составил 0,4%, что меньше 0,5% предыдущего периода. Количество утверждений на выдачу ипотечных кредитов Британии за апрель будет оглашено в это же время. Этот показатель сокращался в течение последних двух месяцев. Две новости по экономике США, включая предварительную оценку заказов на товары длительного пользования за апрель, мы узнаем в 12.30 дня по Гринвичу. В марте объем заказов увеличился после сокращения на 3,1% в предыдущем месяце, но увеличение было меньше ожидаемого. Количество требований выпало от пособия по безработице будет оглашено в это же время. Количество первичных заявлений сократилось на 16 тысяч к 14 мая, а повторных на 13 тысяч к 7 мая. Количество незавершенных продаж жилой недвижимости в США за апрель мы узнаем в два дня. В течение двух месяцев продажи росли быстрее, чем ожидалось. Индекс теперь находится на максимальной отметке за 10 месяцев. В 11.05 вечера мы узнаем индекс потребительской верности Британии за май. В апреле он негативно удивил, упав ниже нулевой отметки первый раз с начала 2015 года. Индекс потребительских цен Японии за апрель будет оглашен в 11.30. Мартовский показатель разочаровал, так как годовой CPI упал до минимальной отметки за три года. С вами был Сэм Маразит в экономическом календаре Дукаскопии. Завтра мы ознакомим вас со сводкой новостей на пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова